Дистанционно через госуслуги на дому или в избирательном участке отдать свой голос за будущего главу региона нижегородцы могли несколькими способами. Всего в области на протяжении трёх дней с пятницы по воскресенье работало более двух тысяч участков. В выборной гонке участвовали Глеб Никитин от «Единой России», Владислав Отмахов от ЛДПР, Александр Быков от партии пенсионеров, Владислав Егоров от КПРФ и Илья Померанцев от гражданской силы. Я считаю, что граждане идут голосовать в целом охотно, так же, как это происходит обычно. Мне кажется, что да, люди в целом настроены на то, чтобы сделать свой выбор. И важно приходить голосовать? И почему? А если мы не будем приходить, кто будет руководить, кто будет восстанавливать всё, что у нас есть, кто будет строить, кто будет командовать? Голосовать обязательно надо всем. Это долг каждого гражданина, каждого человека. Вообще, обязательно я каждый год голосую. Вот и поэтому снимают. Ну, в общем-то, вот так. Чего ждете от результатов? От результатов? Ну, живём мечтами, мечтаем. Ну, что-то может быть хорошее, изменится. И в сторону пенсионеров, и в сторону молодёжи. Конечно, важно. А почему? Ну, чтобы не проходило то, что мне не нравится. По результатам выборов с большим отрывом победил действующий глава региона Глеб Никитин. Он набрал практически в четыре раза больше голосов, чем его оппоненты – 82,82%. По данным на сайте избирательной комиссии Нижегородской области, за Глеба Сергеевича проголосовало около 1,200,000 избирателей. В Сарове его поддержал 81% жителей. Второе место занял Владислав Егоров, набравший 9,67 голосов. На третьей позиции – представитель ЛДПР Владислав Отмахов с результатом 3,08%. За Александра Быкова проголосовали 1,97% избирателей. Илью Померанцева поддержали 1,73% нижегородцев. В выборах приняло участие половина населения региона – 56%. В Сарове явка была немного ниже – 47%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!